Всем доброго времени суток! С вами на связи Соколова Анна, проект Elite InfoBez. Сейчас я хочу рассказать вам про благотворительную кассу финансовой взаимопомощи «Поможем друг другу». Здесь можно ежемесячно получать по 250 рублей от 200 участников проекта, и это составляет 50 тысяч рублей. Достаточно зарегистрироваться по своему IP-адресу, это, конечно, очень странно. Создастся автоматический личный кабинет, чего тоже не бывает на нормальных сайтах. Потом мы сможем получать 200 переводов под 250 рублей, общей суммой 50 тысяч рублей. Также активные участники каждый квартал получают денежные поощрения от команды проекта. Нам представляют здесь уникальную якобы кассу финансовой взаимопомощи, функционирующую как Международный инвестиционный фонд. Каким образом это является инвестиционным фондом, не совсем понятно. Касса взаимопомощи и инвестиционный фонд – это якобы разные вещи. Вроде бы как, но здесь их соединили воедино. Сейчас можно пройти регистрацию и попробовать получить денежки. За всем этим стоит ООО «Сообщество взаимопомощи», МСФВ продукты и ООО «Сообщество взаимопомощи» уже фигурировали в другом нашем видеообзоре. Сайт тоже назывался «Кассой взаимопомощи» «CashWand». Он оказался лохотроном. И вот опять это же ООО фигурирует в другом сайте. И этот сайт, скорее всего, тоже недобросовестный, учитывая, что сказано внизу мелким шрифтом. Все высказывания и примеры на сайте по поводу получения доходов или прибыли всего лишь предположения по поводу предстоящих или текущих заработков и не являются гарантией их получения. Все риски по неполучению доходов вы берете на себя. Все как всегда. Вроде бы нам обещают большие деньги, но в итоге никто нам ничего на самом деле и не обещает. И все мы здесь делаем только на собственный страх и риск. Сайт сделан очень-очень плохо. Очень дешево. Постоянно какие-то разные шрифты. Его читать даже сложно. Никто даже не слышал, видно, про правила создания сайтов. Как все должно быть, чтобы люди здесь глаза не ломали. Но, думаю, создателя сайта это совершенно не интересует. Главное то, что здесь будет происходить на следующих страницах. Сайт является одностраничником. Одна единственная кнопка ведет нас на следующую страницу сайта. Попробуем получить переводы. Итак, процесс запущен. Переводы должны мне приходить. Сейчас я поставлю видео на паузу, потому что это займет примерно 5 минут. Вернусь вам, когда процесс завершится. Процесс окончен. Участников с балансом оказалось 23 651 рубль. Именно с этих участников должно сниматься по 250 рублей и переводиться на мой счет. Мой заработок составил здесь какая-то непонятная цифра. 1201 рубль что ли. Но тогда какая-то слишком маленькая сумма. Также здесь есть кнопка открыть кабинет с ошибкой. Явно сайт сделан на тяп-ляп. Никто не проверял, что здесь и как отображается. И конечно же логики тоже здесь нет. Если с участников могут снимать деньги, то получается с меня потом в будущем могут снять средства. Происходит создание личного кабинета. Это тоже нонсенс. В нормальных сайтах создание идет только через регистрацию. Нормальную регистрацию, через логин, пароль, указание своих данных, подтверждение через почту и так далее. Мой чек на сумму 186 рублей стал одним из победителей акции «Счастливый покупатель». Здравствуйте. Вроде бы мы были бы на кассе взаимопомощи, и уже мы стали победителями акции «Счастливый покупатель». Теперь, чтобы вывести заработанные средства, нужно сгенерировать ключ доступа к аккаунту. После сверки данных ключ будет сгенерирован и появится в поле справа. Но мой баланс начислен на 50 тысяч рублей. Наконец-то я это узнала. Международный проект. Что-то здесь вообще ничегошеньки непонятно. Сгенерировать нужно ключ. Что ж, сейчас генерируем. И теперь нужно нажать кнопку «Войти». И, конечно же, мы попадаем не в личный кабинет, а на очередную страницу сайта, где есть две кнопочки. «Вывести деньги» и «Привязать карту кошелек». Что ж, давайте попробуем вывести деньги, но это не получится. Сначала нужно привязать карту. И это не бесплатная процедура. Нужно заплатить 250 рублей. Они будут списаны с моего счета для новых участников. И 29 рублей идет на поддержку проекта. Нужно пополнить баланс на 279 рублей. И мы попадаем на страницу оплаты от сервиса ePay, давно нам известного. И, конечно же, здесь нас требуют деньги. На самом сервисе ePay я нашла данный сайт. Автором выступает Алина1405. И 7 дополнительных платежей подготовлено для нас. 279 рублей, как мы видим, первые платежки, подключение платежной системы. Далее 525 рублей, подключение к сервису массовых выплат. 645 рублей, оплата абонемента на один год. Идентификация, комиссия 1, комиссия 2 и оплата обучения. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, то попадем на сайт благотворительной кассы финансовой взаимопомощи. И это подтверждает авторство Алины1405. Сейчас я приостановлю видео, как обычно. И оплачу данный платеж. Платеж я оплатила. Я получила 50 тысяч рублей. Интересно, куда получила? Для вывода средств заполните форму. Нужно указать номер своей карты. Уже счастливый покупатель почему-то здесь написано. При чем тут счастливый покупатель? Явно сайт очень даже недоработан. Скорее всего, переделан с какого-то другого сайта. Стоимость подключения 525 рублей. Нужно подключить... Опять непонятно что. Тут написано на английском. Здесь какие-то неразборчивые буквы. Подключение к сервису массовых выплат 525 рублей. Вот мы и встретили второй платеж, который здесь значился в дополнительных платежах сайту. И он не последний. На всех сайтах лохотронах один и тот же принцип. Выманить как можно больше денег по различным причинам. Все они, конечно же, не настоящие. Их придумал автор сайта. И он благополучно таким образом выманивает деньги у добросовестных граждан. Которые так концы с концами еле сводят. Поэтому я не советую вам данный сайт. Он принадлежит мошеннику. И вы здесь только потеряете средства. Никаких касс взаимопомощи не существует. И никто вам просто так не будет переводить деньги. Халявы в интернете нет. Зато есть мошенники, которые очень надеются на то, что вы потеряете свою голову в надежде на получение больших сумм. И потратите еще и свои средства. С вами на связи была Соколова Анна. Проект Elite InfoBiz. Будьте всегда осторожны. До новых встреч.